Его родители хиппи. Мать по происхождению немка. Отец был художником комиксов. Родители разошлись сразу после его рождения. Он жил с матерью в бедном квартале Лос-Анджелеса. У Леонардо Ди Каприо славянские корни. Бабушка его из русских эмигрантов, обосновавшихся в Германии. С самого начала своей карьеры Ди Каприо больше тяготел глубоким драматическим фильмам. Однако, как сам не раз отмечал, чаще получал роли слащавых красавчиков. Переломным моментом для Лео стала роль в картине «Жизнь этого парня», в которой его партнером по съемкам стал Роберт Де Ниро. Однако подлинным триумфом молодого Леонардо стал фильм, что гложет Гилберта Грейпа, в котором он сыграл умственно отсталого брата главного героя. Эта роль принесла 12-летнему Лео первую номинацию на премию «Оскар». В 1994 году Ди Каприо отметился в популярном вестерне «Быстрый и мертвый», а годом позже в драматической ленте «Полное затмение», в которой ему досталась роль французского поэта-вундеркинда Артура Рэмбо. В 1996 году актер предстал перед зрителями в качестве новой реинкарнации Ромео в фильме «Ромео плюс Джульетта». Амплуа романтического героя закрепилась за Леонардо после фильма «Титаник», увидевшего свет годом позже. Картина собрала богатый урожай наград и принесла актеру номинацию на «Золотой глобус». В 1997 году Леонардо утвердился в ранге голливудской звезды и стал одним из самых высокооплачиваемых актеров в мире. Следом за ролью в «Титанике» последовали и другие. Наиболее примечательными стали ленты «Пляж», «Банды Нью-Йорка», «Поймай меня, если сможешь», «Авиатор», «Отступники» и «Остров проклятых». Каждая из этих картин была отмечена многочисленными наградами. Несмотря на три номинации на премию «Оскар», а также огромное множество положительных отзывов о его работах, в настоящий момент заветной статуэтки в личной коллекции актера все еще нет. Надеемся, что он обязательно получит эту заветную и по праву заслуженную награду.